Всем салют, друзья! Вы на канале Олег Никитин или Budget Filmmaker, смотря как мы решим. Да, мы ничего не поняли. Короче, всем привет! Сегодня поговорим на интересную тему. Что же мы хотим от камер Sony, в частности полнокадровой камеры Sony следующего поколения? В видео-сегменте. В видео-сегменте большой шаг вперед. То есть мы не имеем в виду различные итерации одной и той же камеры, как это было Sony A7S3, она же FX3, она же ZV-E1 и еще куда-нибудь поди ее сунут. И, конечно же, да, не рассматриваем такие вот полумеры в виде альфа-7С, альфа-7С2, альфа-7С4, которые являются гибридными, прежде всего, камерами. Поэтому у них матрица большего разрешения с соответствующими вытекающими проблемами. Да, может, не все о них знают, но тем не менее, мы, наверное, в ролике это проговорим. И получается, что мы ждем именно какое-то видео-решение, как когда-то вот вышло А7S первого поколения. Да, у Олега в руках FX30. Это наилучшее решение. Можно показать. Да, но наилучшее решение в видео-сегменте на сегодня в кроп. В видео-кроп-сегменте камер Sony. Очень сложно, много букв. И, кстати, ничего лучше, я думаю, на кроп не выйдет еще года три. Скорее всего, так и будет, потому что даже альфа-6700 именно для видео, она немножечко все-таки... Для профессионального использования она немножечко хуже, чем FX30, то есть это и перегревы, и отсутствие второго слота для карты памяти. Да, 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 любимая вот вещь Олега. Соответственно, вот я хотел сказать о том, что когда-то давно вышла альфа-7S первого поколения, была прекрасная камера, которая записывала шламляющая Full HD по тем временам, и многие видеографы перешли на нее, стали покупать оптику от Sony. Вообще, в принципе, начиная вот с этого, подсели, да, на камеры от Sony. Потом вышла асимис 2, она такая вот, знаешь, слайд, слайд, ну, то есть чуть-чуть вот добавили. То есть это iPhone 5 и iPhone 5s. Да, небольшое было дополнение, она получила 4К впервые, наверное, вот в полнокадровом сегменте, там стабилизация, да, появилась Full HD 100, которым Олег, вот в частности, у меня никогда не было этой камеры. Да, Олег много этим пользовался. И когда вышла асимис 3, спустя много лет, за этот период, вышла куча камер в сегменте R, по-моему, две модели, и уже выходила третья, а S3, то есть была уже R5, R5? Нет, R4 была. R4 уже была, а S3 только-только еще выходила, собиралась выходить. И вот, когда она вышла, это было просто бескомпромиссное решение, разрыв шаблонов, там дали абсолютно все, от чего вы страдали. От аккумулятора, от стабилизации, от роллинг-шаттера, там светочувствительность, она как была, стала еще просто феноменальной. Наконец-то дали 10 бит, возможность снимать в огромных фреймрейтах по отношению к тому, что было раньше. Большой слот для HDMI, это две карты памяти, карты памяти нового формата, слоты двойные, тоже вот, по сути, наверное, единственная в системе. Можно перечитать бесконечно, дали все. Но люди такие пытливые, как мы с Олегом, как ты, дружище, который смотрит это видео, 100% думают, что, черт возьми, чего-то сегодня нам не хватает. Ну, нет предела совершенству, поэтому мы сегодня говорим о том, какая полнокадровая камера под видео в первую очередь выйдет от Sony в ближайшее время по нашим наблюдениям. То есть, то, что реально будет, скорее всего, судя по тому, как Sony движется в развитии своей линейки в принципе. И то, чего бы нам лично хотелось. Да, а второй момент, это вот хотелочки такая. Пожалуйста, тетя Sony, сделай нам хорошо. Если бы можно было камеру собрать в конфигураторе, то, естественно, о таком варианте мы тоже поговорим. Конечно же, стоит отметить, что, скорее всего, в ближайшее время ни хрена такого мы не получим. То есть, ничего из этого, да, в ближайший год не выйдет. Ну, и там не заявлено, по крайней мере, ничего. Там A7C2, но ничего она нового нам не даст. Давай, наверное, Олег, сначала ты. Вот с того, что действительно могут дать. Да, вот так. Посмотрите, то, как Sony двигается в своих камерах, в принципе, нам показывает, что у нас есть одна флагманская модель, с которой потом делаются миллионы и миллиарды разных вариаций. То есть, у нас вплоть до того, что сенсор, который стоял на Sony A6300, ставится до сих пор в ZV-E10. Да, прошло много лет. С роллинг-шаттером, со всеми болячками и так далее. 16-й год, не на шутку, и 23-й. 7 лет прошло. 7 лет один сенсор пользуется. Соответственно, мы здесь с вами видим, не здесь, а, допустим, в FX3, сенсор, который вышел в 2020 году. Да. Ожидать что-то в 2023 точно не стоит. В 2024 маловероятно. К 2025 году, я думаю, будет большой прыжок. Что мы можем ожидать в этом прыжке? Я думаю, что это будет, например, Sony FX3 Mark II, либо FX5. Что-нибудь в таком... Цифра 4 не православная для них. Я думаю, что A7S4 не будет. Я, скорее всего, предположу, что линейку S закончат на Sony A7S3, оставят ее легендой и уберут вообще. Нельзя усовершенствовать совершенство. Ну, потому что это не имеет большого смысла, при том, что уже есть линейка FX. И вот, а кому реально нужна A7S4 с тем, что она будет урезана чуть-чуть по видео и добавлена... Ну, то есть, с видоискателем, с пентапризмой и без кулера, да. Вот это вот все, как бы люди, когда FX3 увидели, они подумали, что вот... Про кулер. Скорее всего, первое, что добавят, это 6К. То есть, либо это будет 24, либо 26 мегапикселей, может быть даже 33, но это избыточно. Скорее всего, именно 6К, а не 7К будет. И я думаю, что будет даунсэмпл и возможность как раз переходить в режим кропа. И сохранять, получается, 4К разрешение. Ну, в кропе. То есть, да, в кропе. Как это делает A7S4 на данный момент? Давай я добавлю. Я более чем уверен, это вот то, что не нужно как бы быть пророком для того, чтобы это предвосхитить. Это то, что Sony, в принципе, во всех своих последующих камерах, она добавляет все фичи. Я говорю сейчас о программных вещах, которые вышли в любой итерации. Это могла быть обычная, не буквенная модель, то есть четверка-тройка. Это могла быть там R5, еще все что угодно. И вот эти вот фокус-брифинг, карта фокуса, возможность стриминга по USB Type-C, уже 4К, 30 кадров в полный рост без проблем. Все это, или что-то еще, что вдруг появится в каких-то их из, например, там A7C2. Как, например, вот знаешь, появилась такая фича. Кстати, очень классно. Кроп, вот этот вот, который Clear Image Zoom. Я раньше им пользовался на 6300. И был огромный такой downside в том, что когда ты его используешь, у тебя фокус только по зоне. Нет, никакого фокуса по лицам и глазам у нас нет. Но ZV-E1, там теперь появилась вот эта фишка. Плюс они добавили, опять же, скорее всего, с использованием именно этой технологии, когда у тебя кроп по зоне, и эта зона, она следит за тобой в рамках всей матрицы. То есть вот так вот она, кропнутая зона, перемещается. И это у тебя записывается в файл. То есть ты, естественно, мог такое на посте сделать, но оно записывается в файл. И как бы, когда Clear Image Zoom используется, якобы, что там еще и четкость как-то выше, но я всегда думал, что на самом деле это просто зум, да, это просто кроп цифровой. Я проверял, я делал Clear Image Zoom и снимал просто чистую картинку. У меня тоже был такой ролик. Мне кажется, он почти тоже, ну, получше даже Clear Image Zoom. Лучше Clear Image Zoom все-таки, чем кропнуть на посте. Ну, тем не менее, и вот с использованием такой же технологии, там было вот это вот перемещение за блогером, да, блогерские такие штучки, фишки. Конечно же, само собой, всю эту вот хренотень, какой бы она полезной, бесполезной для кого-то ни была, они ее всю перенесут. Вот все камеры, которые выйдут за период до вот той самой, единственной, все вот эти фичи программные, они туда прилетят. Это будет приятно. Вот фокус в Clear Image Zoom, это очень прикольно. Очень прикольно, очень удобно. Это действительно классно. А особенно, учитывая, что, например, камера, которая есть сейчас, это попиксельная 4К, это невозможность снимать в 4К в кроп-режиме. Если у тебя есть такая необходимость, есть такая необходимость, этого не хватает. Соответственно, ты можешь использовать только Clear Image Zoom, который на полтора, и терять фокус. Все это будет очень полезно, и оно точно будет. Короче, я снял с себя все обязательства. Я рассказал о том, что не нужно предсказывать. Уверен, да. Да. Короче, смотрите, 4К у нас будет с даунсэмплом, с 6К, если мы снимаем в обычном полном кадре. Есть вариант перейти быстро по кнопочке в Super 35 режим. И также есть вариант в Clear Image Zoom получать автофокус и все остальные плюшки. То есть условный объектив 20-70 у вас резко становится объективом 20-105. Гораздо более широкого диапазона. Да. При этом не теряя свой широкий угол. Да. И при этом вы на него сможете делать активную динамическую стабилизацию, которая дает кроп очень сильный, но при этом вы все еще сможете достаточно плюс-минус широкий угол получать. Это тоже хорошо. Но опять же, это все пачка программных фич. Да. Я хотел сказать по поводу перегрева. Почему S4 не будет? Потому что... Это физически сложно. Это в рамках корпуса. В рамках корпуса без... Пускай даже магниевого, пускай даже со всеми пластинами, необходимыми для того, чтобы это сделать. Сколько меди туда подпихай, все равно оно... Да. Соответственно, вы получите только тушку, которая будет иметь активное охлаждение. Значит, это будет линейка FX. Потому что только у линейки FX есть активное охлаждение. Я не верю, что можно сделать камеру в формате форм-факторе A7S III, которая не будет перегреваться с сенсором 6K. Тогда у меня к тебе вопрос. Давай. Резонный. Существует камера Sony FX6? Да. Там ведь 6K? Нет. В FX6... В FX9 6K? Да. Вот. Точно. Но FX9 это совсем... Тогда еще больше вопросов. Она вообще совсем в другом сегменте. А тут ты вот компакт-боди и те же яйца только в профиль. Что делать? Как Sony раскидать вот эти линейки и сделать ценообразование таким, чтобы покупали и ту камеру, и другую камеру? Точно будет price drop на FX9. Это нормальное явление. Она очень давно на рынке уже. Она плюс старенькая. У нее есть свои ограничения. А вот звук сейчас, спонсор этого звука, Ивановец. Соответственно, price drop на FX9 плюс у FX9 есть ND-фильтры. Там, понятно, никакими ND-фильтрами пахтов не должно. Не должно. Только будет IBIS и... Стабилизация вместо ND-фильтров, да. И она будет прокачена, как у R5 сейчас. Она будет лучше. То есть, чем сейчас. К этому нужно уже давно идти. Тоже 5 стопов будет, как минимум, а то и больше. Он решил, мне кажется, что-то разгрузить возле нас. Красавчик! Но у нас же есть voice isolation. Да, да. Следующий нюанс, который обязательно стоит отметить, это то, что при наличии 6K, я надеюсь, что rolling shutter будет по-прежнему либо на том же уровне, либо чуть-чуть-чуть хуже, но это визуально не будет заметно вот прям сильно. Поэтому ждем примерно такой же rolling shutter, но при этом у нас будет down sample. То есть, это нужен куда более мощный процессор. Опять же, должны пройти какие-то годы, потому что процессоры, о мой год, процессоры они вообще не любят обновлять. И они кочуют из линейки... Это засунуто M1. Пожалуйста, на M1 Max. И монтаж в камере. Подключаешь камеру к монитору, к клавиатуру и монтируешь. Есть, кстати... Нихрена себе это устройство было бы. То собираются Sony выпускать камеру с андроидом встроенным и в котором будет... Приложение? Компьютэйшнл фотографии. Приложение в том числе. То есть, полностью система на андроиде. Но это слухи, но к этому идет, потому что телефоны сейчас имеют функционал камер Xperia, да? Вот. А есть слухи, что туда будут запихивать как раз нейронный движок, туда будут запихивать, соответственно, более мощные процессоры и будет возможность computational photography, то есть, вычислительная фотография. Вычислительная фотография. Когда пачка фоток у вас слепляется из одной тени, из другой хайлайта и отовсюду, это все склеивается и получается фотка круче. Но я думаю, что это начнется... Мне интересно. Видео, пожалуйста. Пожалуйста, в видео. Пожалуйста, в видео запихните. Просто стоп небольшой. Да, да, да. Ну, это, типа, знаешь, как... На 3 часа вместо... Да, ну, типа, как вот у Canon же уже есть Dual Gain Sensor. Да. То есть, там нечто похожее используется. Но, к сожалению, у тебя была C70 в руках. Да. У меня она была в руках где-то 3 минуты. Я подержал, сказал, ой, господи, я такое не хочу себе. И все. И убрал. Я даже сравнивал их с S-кой. Вот. Вот этот Dual Gain Sensor, он какой-то кайф-то дает. Типа, он S-ку насилует. Ты не отличишь, если тебе не написали такая камера, ты не отличишь. Понял. Ну, в том плане, что какой-то прям буст по уникальному расширению динамического диапазона отсутствует, да? А в чем же фича? Просто из-за того, что он кропнутый... Типа, чищают. Он кропнутый, ему нужны вот эти все фичи, чтобы... У них не только накоплено без Dual Game. С-300 Mark II? Да, мы уйдем сейчас в дебри. А этот ролик записывается именно для этого? Для дебри. Да. Хорошо, значит, мы определились с матрицей, да? Ты сказал, что 6K, соответственно, с возможностью даунсэмпла, если максимальное качество. Может быть, кстати, они дадут возможность... А почему просто 6K? 6K или даже, я очный Sony, пожалуйста, Open Gate хочу. Да, я думал, мы к этому позже придем, но это супер странно. Любой Panasonic просто из какого-то конченного каменного века, он мог сразу писать, там, не знаю, 3 к 2 или 4 к 5, какой у него был? 3 к 2, наверное. 4 к 3 или 3 к 2? 4 к 3, да, то есть вот это вот со всей матрицы, аноморфот православный нацепляешь, все раскукоживаешь, получается нормальное соотношение сторон. И снимаешь контент вертикаль, горизонталь. Да, это же в нынешнем времени вообще, то есть ты забрал изображение со всей матрицы, все пиксели использовал. То есть ты с Open Gate просто весь поток данных отдаешь, не надо оверсэмпл, то есть процессор, по сути, он меньше напрягает. Да, берешь чуть более общие планы, и на посте у тебя вертикалки, горизонталки, все максимально качественные, у тебя, понимаете, вот мы камеру крутим, потому что у нас горизонтальная матрица, нам надо ее либо так, либо так. Смотри, видишь, эту резьбу тут немножко стесан? Да, 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 потому что ставил, ставил, да. Приходится, я не люблю, но... А вот представьте, у тебя практически квадратная матрица, тогда как не ставь, вот поставил, а потом скадрировал. Ну, короче, да, это удобно. Open Gate странная штука, которой нет ни в синем линейке, нигде нет, вообще нигде нет. То есть DCA4K, который вообще не так часто это и будет. Да, и это супер странно, это очень ожидаемо. Из-за этого Surrey и прочие бренды вынуждены, наверное, делать анаморфоты 1.33, потому что все в большинстве... Подавляющее большинство снимает видео на Sony, как бы, да, и... Им приходится делать 1.33, хотя они смело уже могли бы делать 1.8 или 2, просто у рынка нет потребности вот в таких анаморфотах. Вот и все. И, кстати, добавят, я думаю, еще обязательно внутрь камеры возможность все-таки... ProRes? Не-не, ну ProRes не уверен. Аноморфотный оптику... Дисквизит? Дисквизит не только 1.33 и 2X, потому что это очень странно, 2X на 16.9 сенсоре, это же вообще щель танковая. Подожди, добавят. А оно что, есть уже? Оно есть 9%. А-а-а, я упустил этот момент. То есть дисквиз есть, а возможности записи OpenGate нет. Классно. Дисквизит 4K 17.9, соответственно, практически. Дальше сюда завезли анаморфотный режим, но он с приколами. То есть, соответственно, ты включаешь анаморфотный дисквиз здесь на экранчике, у тебя отключается стабилизация какая-либо, и ты можешь снимать только в S-Log 3 и в CineA еще, по-моему, до кучи. И тут могу наврать. Ну, как всегда, но суперстранности, да? Это то, что... Я очень надеюсь, что пофиксит вот такие нюансы маленькие, которые всех бесили. То есть, допустим, A7S 3 вышла, был бесячий нюанс ушки вот эти вот бринчушки. Ну, да, у меня их нет, да. У нее их... И даже когда они есть, они не бринчат. Вот вплоть до этого они все продумали. Это было мега круто. Я хочу, чтобы они пофиксили все вот эти вот маленькие нюансы. Следующий, давай, глобальный момент, который туда должны завести, на мой взгляд, это все-таки 4K 200. Хотя бы 200 или 180. То есть, ну, хочется, чтобы добавили... Именно 4K пофиг на 6K. То есть, но 4K больше 120К, кадров в секунду, я думаю... Уже нужно. И Full HD качественное, хотя бы в 240 желательно. Но только качественное. Не то, которое в A7S 3, потому что это не Full HD. Это какой-то upscale, да. И это совсем не то, чего ты ждешь. И хотелось бы, чтобы это было, знаете, Aki вот на камерах Red, например. Но там, опять же, смотри, какой-нибудь... Там кропы. Она именно поэтому и может. И качество не меняется. Потому что если она дает Full HD, она дает Full HD. Но это с такой зоны матрицы, потому что, блин, там 6K, а вот этот вот V-Raptor вышел. Вот он же царь вообще в разных фреймрейтах. Но на маленьких разрешениях при каком кропе достигаются эти фреймрейты? Но там честная. Там просто честная, вырезанная часть матрицы в размере Full HD. А вот такие камеры, вот все-таки такого формата, они почему-то никогда так не делают. Они тебе все равно пытаются застелить всю зону, то есть сохранить тебе Full Frame. Там пиксель бининг, то есть просто выбрасывай. Лайн скиппинг и прочие вот эти прекрасные слова, которые мы не любим.